Всем добрый день! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня предлагаю вашему вниманию потрясающий, вкусный и очень простой в приготовлении вишневый пирог со сметаной с оливкой. Итак, что нам потребуется для приготовления теста? 220 граммов муки, 100 грамм сахара, 1 яйцо, 10 грамм ванильного сахара, либо пол чайной ложечки ванильного экстракта, чайную ложечку разрыхлителя под нож, щепотку соли и 120 грамм сливочного масла, нарезанного кубиком. Первым делом соединяем сухие ингредиенты. Берем муку, сахар, добавляем пакетик ванильного сахара, в нем 10 грамм, добавляем разрыхлитель и соль, все слегка соединим, добавим сливочное масло, масло должно быть охлажденное, порубим все ножом, либо быстренько сделаем крошку руками, просто перетираем все в крошку. Должна получиться вот такая вот влажная масляная крошка. Теперь добавляем одно крупное яйцо и замешиваем тесто. Если влаги будет недостаточно, добавляем 1-2 столовые ложки молока. Молоко должно быть холодное из холодильника, но сначала хорошо перемешайте, скорее всего вам это и не потребуется. Если яйцо будет совсем мелкое, тогда есть вероятность, что придется добавить немного молока. Почему я это делаю вилкой, замешиваю тесто, чтобы сильно его не согревать. Как только хорошо перемешали, собираем тесто в кор. Слишком вымешивать его как-то не нужно, просто перемешиваем, чтобы все однородно соединилось. Так как у меня было довольно-таки крупное яйцо, мне даже придется добавить щепотку муки. Должно получиться вот такое вот мягкое тесто. Тесто отправляем пока в холодильник и займемся начинкой. Для начинки нам потребуется 400 грамм сметаны, жирность у меня 20%, 1 пакетик ванильного сахара 10 грамм, 2 средних яйца, 100 грамм сахара и 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Ложки такие прям очень-очень хорошие, вот с такой вот горкой. Это 30 грамм. Все просто соединяем. Соединяем сметану, крахмал, сахар, ванильный сахар, яйца и хорошо все соединяем венчиком до однородности. Миксер не буду использовать, чтобы сметана не стала сильно жидкая. Достаточно просто все соединить венчиком. Можно кукурузный крахмал заменить мукой, можно заменить ванильным пудингом. И, конечно же, самое главное, что нам потребуется, это вишня. Я ее уже помыла, сейчас удалю косточки. Потребуются в очищенном виде грамм 350-400. Зависит от вашего вкуса. Кто-то любит больше начинки, кто-то меньше. Косточки удаляйте любым удобным для вас способом. Я для этого воспользуюсь вот такой вот трубочкой для коктейлей. Просто удаляйте хвостик и надавливайте на кость, и косточка вылетает. Нету такого обильного количества сока, очень удобно. Удаляйте хвостик и просто надавливайте на кость. Кость вылетает с обратной стороны. Вишня готова. Все это происходит очень быстро. Быстро удаляются косточки. Таким способом, как я вам предложила. Беру охлажденное тесто. Оно легко распределяется по дну в форме. Распределяю тесто на одно и делаю небольшой бортик. Слегка помогаю себе мукой. Не совсем хорошо успела охладиться тесто. Желательно, конечно, было охладить подольше. Ну, так как я не люблю ждать, поэтому распределяю его сразу. Практически буквально 10 минут постояло, пока я приготовила начинку. Можно даже слегка, а совсем щепоточку присыпать поверхность мукой и выложить вишню. И распределяем сметанную начинку, сметанную заливку. Равномерно распределяем и ягоды, и сметану. Если где-то не хватает ягодов, распределяем остатки. Готовьте с удовольствием. Получается потрясающе вкусный вишневый пирог, который очень прост в приготовлении. Легкая кислинка вишни, нежная сметанно-ванильная начинка, песочное тесто. Все идеально сочетается. Вкусных вам вишневых пирогов. До скорой встречи в следующем видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх, если понравилось это видео. И делитесь этим видео с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok